Я сделала, наверное, по центру самый бейсик, и камушки возьму покрупнее, чтобы вы лучше видели, как я их закрепляю. И потом мы их, наверное, тоже ей спилим. Сваровский? Да, Сваровский, конечно. Это волшебная палочка. Это волшебный приклеиватель для страз. Классно. Она, по-моему, из воска, да? Да, она из воска. Она прекрасно крепит все у нас. Прямо будет у нас здорово-богато. Я подбираю на столе обычный размер, чтобы потом не обращаться к этой штучке. Будем крепить по центру. Это Nail Art Glue for Crystals. Мы сначала наносим на ноготочек клей. Можно на базу кремить? Всегда на базу. В принципе, да, наверное, можно. Почему нет? Как часто отваливаются эти отверстия? У меня никогда обычно. Вот в этом и разница барбер. И на специальности. Don't worry, I will remove this after. I think it's not, it's very big for you. Ну, что она ставит. Maybe. Прошлая модель у нас оставила два пальца на рощинах. Она так и ушла с разной длиной, с разными дизайнами. Говорит, оставит мне. Как ты потом снимаешь сразу? Я сначала их кусачками, потом уже опиливаю. Потому что если фрезой пытаться, фреза сразу будет убит у вас. Обычно, когда какие-то такие simple дизайны, но и не simple, я всегда добавляю бульонки. Потому что бульонки у нас делают композицию ногтя, конечно, великолепной. Бульонки я рекомендую сначала набрать клея, для того, чтобы бульоночка вся была, да. Оно так будет лучше держаться. Ну, добавляем. Да, а не знаешь, почему? Потому что они всегда думают, что они отвалятся. У меня многие девочки говорят, Олесь, я так хочу сразу. Но, блин, мне ходить три недели, они сто процентов отвалятся. Я говорю, ты попробуй, не отвалятся. А я сама обидаю, потому что зная пооткадает, у меня в том времени нет. Света, надо же пять минут, типа, переделать. Ну, да, у тебя при меня вообще есть, поэтому... Я же не могу приклеить, никто не дает. Не, у меня стразы очень часто делают, потому что они знают, что они держатся. У меня даже девчонки, кто, например, парикмахеры, которые без перчаток работают почему-то, они все равно приходят с прекрасным состоянием страз. Ничего себе, Глава, я даже не хочу попробовать, что такое стразы. Почти. Срава себя. Очень красиво. Я покупаю на Амазоне, либо в Майклс. Я не знаю, во Флориде Майклс есть, это такое для рукоделия. Почему ты не покупаешь у этих? У кого? А у них дорого. Слушай, а я даже не знаю. Здесь за пакетик, сколько у них там? 110 штук, по-моему, они 13 или 12 долларов просят. В принципе, я считаю, что это нормальная цена. Есть разные размеры, да? Есть одинаковые размеры, есть уже в наборах разные цвета. То есть, очень много разных вариантов. Да, объем большой. Я с Австралии заказала. Путин Ламплис. На коротеньком ногте тогда я еще один фрэнч нарисую, а на вот этом придумайте, какой дизайн вы хотели бы посмотреть. Потому что коротенькие ноготочки мы потом в нашей модельке оставим. Как ты рисую, делаешь лунный фрэнч лунку? Я рисую также гель-лаком и рисую вот этой вот кисточкой коротенькой, потому что длинная у меня загибается. Если лунка, например, большая, тогда я сначала контур рисую тоненькой, а потом уже заполняю. Но как ты делаешь, что ты изначально рисуешь лунку или цвет выкладываешь? Если это цвет и, допустим, прозрачная лунка. Если цвет и прозрачная, тогда я на базу, либо, смотря опять же, какая угодно лунка, либо на нюкрубербейс, я рисую лунку и заполняю сразу этим же цветом. А если это цвет и, например, белая лунка или другого цвета, тогда я все равно делаю два цвета и уже на готовый на зажаре. Слушай, Алине, выводишь основной цвет и потом заполняешь, если они хотят заполненную лунку, другим цветом. Нет, если заполненную, я обычно делаю два цвета, а потом лунку. Не знаю почему. Наверное, кстати, да, это больше времени занимает. Я никогда об этом не думала. Да, да. Смотрите. Да, я вообще не волю. Да, они такие красивые, матовые, какие они красивые. Есть что-то в Тирочке. А, да, есть в Тирочке, они там есть на ромашечках тоже. Только с собой нет их. Есть какого-то, какого-то, единорога. Единорога нет. Ну, Лиза. Полупрозрачных вообще нет. А ты вообще? Ну, их настолько переизбыток на рынке, что, мне кажется, сейчас найти не проблема. Ну, ты везла бы нам вот это. Да что это? Не человека. Ну, да. Как искать нас заставить? Сухаю, сухаю, сухаю. Сделать вообще вот это же движение. Движение лишнее. Окей. Вот она. Так, что у нас дальше идет со стразиками? Дальше я буду их закреплять. И что, будут держаться вот такие, я помню? Да. Да, будут? Да. Я уверена. Я себе сколько раз сделала, хотя у меня такие руки рабочие. Дальше мы начинаем наносить между стразиками, но, конечно же, мы не стараемся по... Сверху не мазать. Сверху стразик аниматься. Потому что, если грани вы закроете топом, базой, чем вы крепите, неважно, у вас весь блеск уйдет. Но для того, чтобы у вас страз держался, обязательно нужно убрать ребра, потому что ребра будут цепляться. Соответственно, это первая причина, почему у вас отваливаются стразы. Ребра нужно замазать, да? Ребра обязательно нужно замазать. И почему я кладу клей на ноготочек без топ-кота? Потому что, если бы у меня уже был топ матовый, глянцевый, неважно, после того, как я положила клей, у вас бы остались неровности вот эти вот, вот эти вот разводы. Они смотрятся, я считаю, не очень красиво, поэтому мы только потом будем класть топ. Ну вот, видите, да, вот это вот ребро? Оно, если бы уже была ноготочка, оно бы так у вас и осталось. То есть, получалось бы лепешка, в которой как бы у вас стразы. А так мы будем топ класть. Ну ты немножко заходишь на ботик и стразы. Обязательно. Ребро должно быть закрыто. Это у меня, да. То есть, у вас не должно быть никаких путей для того, чтобы стразик у вас был подцеплен чем-то, чем-либо. Чтобы белый не желтел. Используйте хороший топ. Без лучшего, да? Да. На, чтоб не желтит. Мы сейчас наложим топ, а он будет прямо. Ну мы матовый будем накладывать, чтобы еще больше контрастность была между стразами и матовым. О, чтобы вы не сделали твою колокольчик. Спасибо. Не мешай. Это было. Да. Окей. Поехали, пожалуйста. Это липial. Что вы думаете о спинках? что вы хотели бы чтобы я сделала что-нибудь что давай рисую красивый палец краски нарисую бабочку бабочку или цветочек который на красном тоже очень красивый бил на красном но он в принципе принципе он будет что бабочка что прокомментировать тут но самое главное на кисть не сильно нажимать потому что если будете нажимать будут толстые линии соответственно не будет от этой легкости не у бабочки не у цветочка который вы рисуете да она не будет скалываться маленькая маленькая там липкость есть можно принципе середине пришло и он не будет скалываться в голове нужно держать какие-то линии да нет я не про это я говорю что в голове нужно держать эти все линии в принципе мне кажется можно здесь даже в середину ну балу бабочек нету натуральных вензелей put in love first и дальше мы посмотрим что добавить или нет возможно я кстати воду бабочку бы добавила какие-то акварельные разводы например как базу сначала тогда бабочка очень воздушная получается либо обычно я добавляю какой-то цвет то есть с прожилочками белого фольгу а потом тоже там очень много всяких вариантов пейнтинг жел довольно таки густой пигментированный очень удобно им рисовать а на этих двух пальчиков тогда я что вы делаю сначала фрэнчик если после фрэнчика тоже можно что-то нарисовать модельку нас любит дизайн и можно какие-то будет оставить да окей а тогда сначала я что вы хотите что-то такое с фрэнчом что-то свадебное можно нарисовать фрэнч к маленький вензеля сделать можно песком присыпать у меня с собой песка нет но и песка в принципе он любой песок любой блестки высыпаете и он получается просто объемным у вас если мы песок насыпем на вот эту твою краску это окей да и акриловую пудру если это например как что-то типа свитера вы делаете и любые блестки портал чар садите телефон смотрела на него мне дома просто есть зарядила у нас и берем я в машине длинная зарядка есть ему просто вот здесь же розетка и поставим машинку на машине не будет арендовали мы не такие хотя у нас есть идея из лос-анджелеса сделать трип до майами через все города и обратно нужно соединять и как сколько лет если вы знали что вот эти вот два человека все время проехали на велосипеде на велосипеде на велосипеде семью за три месяца по лиге королеве и все и весь круг ой что-то я рисую пейтинг джелл ну ладно да оставлю тогда увлеклась я видела тушков черный который именно черный на черный цвет и получается сумасшедший сумасшедший черный да я видела в инстаграме где его достать где ты понимаешь где-то я думаю что в россии надо где-то и стать нету я джейска но я не могу никто не говорит что-то как он не говорит блин иногда на самом деле правильный ракурс света может дать такой флиппе ну да любой черный будет черный точно да ну ладно давай посмотрим как это на велосипеде очень интересно да у нас были рюкзаки с рюкзаками мара можно да мы оставались в квартирах у меня нету такой фольги с собой а ты мне сможешь блесточки принести? да блесточки и черный или черный я взяла я не помню так окей сейчас свечер третий волк сверху по-моему там желтый ящик там по-моему что-то на большом пальчике что-то рисуем или большой мы можем наесть в принципе еще что-то нарисовать если захотите да как-нибудь экспресс разнообразить френч знаешь как я придумай на одном пальчике то что делают тоже не пробовала не получилось не получилось я себе сохранила недавно хочу тоже попробовать не пробовала не очень получается не очень получается а сюда как вот так да вот это вот да 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 что ты Лиза хотела? я хотела что я хотела? я уже забыла блестка да блестка может быть у тебя есть платино мой? ну что-то такое которое в грамм продавано немножко да давайте разнообразим здесь френч здесь буду использовать пейтинг жел потому что будут тонкие львы плитные да о отлично это что ты сейчас делаешь? что это мрамор? нет это не мрамор это будем разнообразить френч разнообразить френч а есть такая лизочка? да а есть такая лизочка? да Ой-ой-ой, ой-ой, аккуратно. Я пожарала. Лиза, как культурно в поле, я не знаю, не видно здесь. Я думаю, что пошла встреча. Ну, в трени? Да, да, да. Не-не-не, это в азиатских местах тут рисуют такой френч. Это будет часть дизайна. Так, я не понимаю, что мы с бабочкой делаем. Какие-нибудь все есть к предложению? У нас она несчастная, как введение. Мне кажется, она такая легкая, что ее не надо утяжелять. Можно бульонок там добавить в мусорку. Ну, стразики, бульоночки туда дам. Можно, могут чего добавить. А, у тебя, мы будем держать на мусорку, а не дергаемся. Что ж такое? Хорошо, мы все отвлекаем. Ты хочешь добавить на мусорку на мусорку? Да, я люблю. Как в этой, или? Да, я люблю. Как видите, орды, и все. Ой, я сейчас тебе принесу такие блестки. Я тебе умоляю. Да? Ну, конечно. Да? Мелкие, мелкие, черные, вот такие блестки. Во-первых, оно высветлено немножечко. Ты видишь, само видео немножко высветлено. Ты видишь, свет высветлено. Но все равно все это не играют. Да, в летьми не играют. Не играют вот у меня. То есть все в летьми, которые я уже делаю. Не кажется, что это не пепс? Нет. Нет? Нет. 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 Ну, я скажу, я принесу тебе сейчас. Буду посмотреть, мне кажется, что у меня там такая блестка. Ну, это не все любят, они неудобные носки. Они в тарах. Кто-то же такой забирает. У меня с ним фантастик. Ты просил? Нет. Я ничего не делал. Так, какой вот. Потому что цепляют за одежду, за все цветы. Нет, мне кажется, я думаю, есть такой мелкий. Больше не хотят. У меня есть девочки, кто делают на все ногти и все равно ходят делают. Не потираете? Не потираете, да. На цвет, потом подтирают, они не такие блестящие. Они стирают. То есть через три недели они по-любому где-то вкусят, они потом не такие блестящие. Попробуем. Это блю. Это русский блю. А вот этот дизайн, который, этот старый дизайн, это обычный лак, не гелевый, капаешь воду. Ты пробовала уже? Я делала. Я делала на типсах, но в чём-то не получается. Обычный лак у меня не работаю. Гелак, если ты капнешь воду, а потом положишь, он отслоится. Нет, дизайн, ты понимаешь, о чем я говорю? Поняла, новые дизайны, то, что они делают. Может быть, да, я не так поняла? Ты вуаль делаешь. Я вообще в воду не капаю. Никогда. Я с обычными лаками не работаю, а с гель-лаками эта техника не работает. Она не будет носиться, мне кажется, нет? Или вы делаете носиться? В наличии только классический. А магниты, да, разные есть. Ай-яй-яй, ну что ж вы меня в сибиоте. Блин, прости. Вот эти, спрашиваю, вот это магниты отдельные есть? Да. Да, это магниты. Не-а, наличия нет. Что такое вот это? Какое понимание. У меня? Нет. Бочек на душу. Так, тут вензеля тогда, да, рисуем? Девочки, только не дергайтесь, ладно? Мне всегда хотелось найти яркий, крошачий глаз. Они все красивые, как такие. Яркие, это что значит? Ну, не важно, они белокучие, ну, яркие, яркие, светлые, яркие, красные, да. Я не думаю, что они красиво будут смотреться особо. Есть каменько, у меня есть такой. Я вообще не пользуюсь, но его не митрачный. На любой цвет сверху поплываешь, держишь магнит и есть, по-моему, станет не тот, не тот, не тот. Но он все равно приглушает. Мне тоже есть, только надо, но он приглушает сверху. Так, что еще? А, здесь я еще не закончила. Тут тоже у нас в серединку вензеля. Полоска для мелочей, ярка. Какие-то только, да, у меня есть еще. Слышите. Слышите. Желтого для героя, переброс. Ну, они тоже обыкнуты. Может, если ты кладешь, кладим, правда, где-то вообще есть. Слышите. Просто прозрачная основа, маленькие-маленькие доски. Закраблять на носе же получается. Да, да, наверное, конечно. Угода, конечно. Ну, она беда. Здесь он по-моему. Ай, не дергаемся. Дергаемся. Видела там внутри розовый чемоданчик? Какие-то вещи. Да. Не видела? Могу розовый чемодан принести. У тебя с собой какие-нибудь наклейки есть? Да. Игорь, покажи, какие наклейки есть. С собой есть кисти, наклейки. Есть, есть наклейки. Я брала. Мы можем выбрать что-нибудь отсюда, на большую палец. Мы там сделаем наклейку какую-нибудь стилер. У меня есть, есть у вас. Мы можем выбрать. Так, мы убирать будем ей все длинные или нет? Она хочет какие-нибудь длинные оставить. Ты хочешь держать? Ты хочешь держать немного длинные? Или... А потом мы будем убирать все длинные или вы хотите держать? Я хочу держать. Так, ну на мизинчике я тоже, наверное, рисую сначала фрэнчик, да? Другого цвета сделать, правильно? Можно. А потом она будет с ними ходить? Потому что хорошенькие я оставляю. Красный, какой красивый. О, какой я хочу. Я хочу там, где пересекаются два цвета. Давай черный-белый или какой? Черный-белый. Черный-белый. Мне нужен красный тогда, да? Дашь мне красный? Да, подержи, пожалуйста. У меня есть твой прентенький. Давай. Пока покажу поближе. Так. Мизинчик у нас сейчас будет двойного цвета. Вот фрэнчик с таким дизайном. Тут камушки. Камушки потом будем делать матовым. На эти... На ментиля. Да, тоже красивый. Торочек, да, пока покажем тоже. Тут у нас бабочка. Легкие дизайн. Маникюр мы модельки не делали. То есть не смотрите, что маникюр у нас не очень аккуратный. Вот так вот. Сейчас еще мрамор на каком-нибудь пальчике мы сделаем. Игорь, подержи, пожалуйста. Да. 5 долларов, по-моему, пальточку. У нас надо посмотреть на сайте. Нет, я имею в виду на стон. На этой пальце, где они стоны. Это то, что я имею в виду. Мы будем поставить на сайте стон? Да, мы ввел. Если есть просто гель-лак. Да, мы же будем френчик рисовать, лучше гель-лаком. На большом пальчике мы сделаем с вами мрамор. Для того, чтобы мрамор был максимально натуральный, я сначала сделаю топку. Не буду его сушить. И мы будем по-мокрому рисовать. Я буду использовать гель-лак. И кисточку чуть-чуть потолще, потому что сейчас нам не нужны супер-гель-лаком. А, это окей. Кто люксу использует с собой у себя? Я нечастник. А не нравится? Некоторые цветы, а вазы тоже не нравится. Замечаем образно форму нашего рисунка. Линии должны быть такие еле вообще уловимые. Ты добавляешь топ, я прозевала? Я на мокром рисую. А, на мокром. Дальше, когда основной рисунок мы разметили, как у нас будет этим мрамор, мы будем добавлять маленькие, также по-мокрому еще тоненькие. Он типа расплывается? Да, он расплывается. Получается не как мрамор, так как оникс. Ну да, мрамор он живет полемен. Что ты имеешь в виду по-мокрому? Ты нанесла вот этот цвет? Туркок я нанесла. И на нем ты не высушиваешь? Да, получается такие тогда полупрозрачные. Как рука пошла, да? Как рука пошла, это вообще не важно. А можно нам еще черненький? Черный черный. Обычный черный гейлак. Если есть наш, то наш. Если есть наш, то наш, да. Любой давай. Любой. Ну, ну, коричневый отдает. Да, ну, мне кажется, что нет фото, это перенадолит черный. То же самое, чуть-чуть с черным. Чуть-чуть поменьше. В местах соединения у вас линии должны, по идее, быть чуть-чуть более... Можно сюда серебрушку добавить? Да, 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 обязательно, я уже серебро взяла. Попробуем. 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 Нет, нет, я имею в виду. Попробуем. Да, я не могу. Ну, не знаю, там три, я в русский. Ну, конечно, нужно... Работают девочки в механизме. То есть нужно... Их... Приспособить. Где? Ну, это носа. А, нет. это ты уже просушила и теперь просто делаешь более тоненькие и четкие линии спиливать его лучше запиливать даже если вы растворяете лучше запиливать но очень плохо если растворить то очень плохо потом ты когда уже вытираешь более четкие линии я ничего не вытираю просто просушила так как он без легкого слоя протирать ничего не надо так же чуть-чуть черный продублируем это было очень классно о боже я столько проколола за один день у меня один раз было два колеса в один день проколола это вообще первый первый наш экспириенс подобный был мы никогда больше там час на велосипеде этого не катались а тут по 12 часов 14 часов иногда нон-стоп ехать да и мы вот уже думаю матовым сделаем матовый мрамор очень красиво тоже смотрите потом добавляешь серебрушку или нет я сделаю можно и так и так я сделаю тогда эффект более глубокий получается потому что под матовым серебро она так красиво высвечивается что очень интересно получается но можно и так и так и серебра главное не переборщить то здесь должны быть деталями но не должно быть много его не знаю что-то мы на этих политиков еще рисунок или нет мы сейчас рисуем двойной фрэнч и кто-то там спрашивал я уточни что ты так лиц вот двойной . то есть мы сначала один просушиваем для того чтобы они потом не слились и второе же рисуем у нас уже просто не осталось нет это стандартный черный не будем можно черным черный мне кажется еще белом если она сохранить чтобы черного нас там потом нет ни это катя желчо не это черный она мне принесла для скрайпинных мраморов а